Печаль. Печаль это фактическое оскорбление жизни, а жизнь дает человеку Бог. Именно поэтому, когда человек печалится своей жизни, он оскорбляет то, что ему дает Бог, его жизнь. Именно поэтому, когда человек считает, что печалится своей жизни, он фактически оскорбляет свою жизнь, он фактически считает жизнь гадостью, и у него эту жизнь забывают, забирают. всегда помните что самые тяжелые заболевания являются следствием печали душевной именно поэтому я всегда говорю господи убереги людей от печали не печальтесь просто так правы и виноваты люди это не имеет значения именно поэтому печаль всегда становится смертельным заболеванием обида печаль ставки тире напишите онкозаболевания печаль смотрите обида это онкозаболевания печали это аутоиммунные заболевания вы печалитесь жизни удалось и так далее ставите тире пишите аутоиммунные заболевания проблемы иммунитета и дальше тяжелая судьба с артритами ревматизмом и прочим есть и так а если без причин беспричинная печаль у цоя там была песня так откуда взялась печаль так вот беспричинная печаль лечится чем беспричинной радостью поэтому случае если у вас возникает беспричинная прича печаль включаете музыку и как в пословице если в жизни очень плохо делай попой о по опа и начинайте скакать прыгать радоваться тем более сейчас весна весной не нужно печалиться нужно радоваться это время когда нужно найти противовес любым огорчая огорчением и печалям внезапно появляющимся противовес внезапную радость внезапное счастье и так далее вот так где-то зависть зависть это деструктивный элемент который забирает у человека возможность иметь то чему он завидует допустим женщина говорит о какой мужчина и после этого она становится в самый конец очереди когда мужчин будут раздавать она будет в конце находиться сначала хороших отдадут потом богатых потом красивых и потом милиционеров и по получается а потом уже всех остальных то есть появятся или получится получить мужчину не самого лучшего или человек приходит ой какая квартира на душе печаль на душе зависть после этого такой квартиры не будет а будет общежитие или халупа какая-нибудь с крышей место вернее с кастрюли вместо крыши чтобы такого не было существует нашей школе слово скоро поэтому когда у вас появляется ощущение зависти говорить ничего страшного скоро будет у меня такой мужчина такая машина такая квартира и так далее помните слово скоро убирает вот любую такую зависть 3 4 до